Привет! С вами Виконста. Сегодня мы будем готовить плов в глечике и в духовке. Ингредиенты. Ребра свиные, рис, две луковицы, морковка, соевый соус, соль, перец по вкусу. Приступаем. Нарезаем мясо по ребру и выкладываем в миску для того, чтобы его предварительно замариновать. Это мясо оставим буквально на 10-15 минут для того, чтобы пропиталось самой мариновкой, чтобы было очень и очень сочным. Рецепт этот очень простой и в то же время о нем мало кто знает. Мы потихонечку будем применять старые, забытые рецепты. Я надеюсь, вам такая рубрика очень нравится. Свинину я покупал на текстильщике. Закупился заранее, сразу на борщ, на суп и на такие вот блюда, которые мы будем готовить. Мясо порезали. На вот такую посуду ребер будет как раз. Теперь берем соевый соус, поливаем. Добавляем перец. Молотый. И так же солим по вкусу. Так будет достаточно. Все это дело перемешиваем. Две луковицы я уже предварительно почистил. И одну морковку мы будем добавлять тогда, когда на сковородке будем поджаривать мясо. Мясо мы будем обжаривать на большом огне, минут 15-20. Потом все будем перекладывать сюда, в этот глэчик. И после этого засыпать рисом, заливать водой и тушить в духовке до готовности. Даем буквально 15 минут настояться и выкладываем на сковородку. Тушить будем порядка 15-20 минут на большом огне. У нас уже сковородка начинает разогреваться. Поэтому выкладываем по периметру наши ребра. И накрываем крышкой. Переворачиваем потихоньку ребра. Видите, какой сразу же румяный цвет становится. Класс! Это делается прежде всего для того, чтобы убрать сгустки крови на мясе и придать пикантности. Обычно люди привыкли плов готовить немножко по-другому. Кто-то отваривает рис заранее и потом добавляет все в готовую консистенцию к мясу. Кто-то варит вместе с мясом на печке. А в духовке, я думаю, редко кто готовит. Поэтому я и предлагаю сегодня посмотреть такой замечательный рецепт. Пока мясо у нас готовится, приступаем к нарезке лука и морков. Лук и морковку нарезаем в хаотичном порядке. Так как она у нас прожарится, проварится и распадется. Но я предпочитаю нарезать большими кусочками. Так и вид презентабельный будет. И вкусно будет смотреться. Ждем минут 5, чтобы мясо немножко прожарилось. И выкладываем все на сковородку. Пока мясо у нас тушится, мы высыпаем рис в миску и немного его промоем. Оставшуюся воду сольем и будем ждать, когда у нас приготовится мясо на сковородке. Тут смысл в чем? Сначала мы проделываем операцию все со сковородой. А потом высыпаем все вместе и даем настояться в духовке минут 25-30 при температуре 190 градусов. Рис промыли, теперь сливаем воду. Рис у нас готов. Не забываем за нашим мясом. Лучок начинает поджариваться. Еще чуть-чуть, еще немножко и будем садиться пробовать. Тот же сам смысл в том, что какое оно получится на вкус. Готовка никому не интересна. Главное, какой итоговый результат. В принципе, как и везде. Морковка и лук нам не принципиально, чтобы прожаривались. Это не зажарка, как на борщ делается. Поэтому накрываем крышкой. Снимаем с печки. Выкладываем все содержимое в нашу тару. Засыпаем рис. Рис промытый. Берем кипяток. Наливаем. И остатки сюда высыпаем. Чтобы было проще рис весь достать. При готовке вода у нас выпарится. А остаток риса впитает все. Добавляем приправу для плова. И два зубчика чеснока для пикантности. Вытягиваем из духовки наш плов. Ну и, конечно же, смотрим, что у нас здесь получилось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Запах обалденный. Видите, вся вода выпарилась. Рис впитал все. И вот такой получился у нас насыщенный пикантный плов. Сейчас 5 минут постоит. И будем выкладывать на тарелку и снимать пробу. Наконец-то мы приготовили плов. Давайте сейчас его попробуем. Начнем с морковки. Морковка и сморковка. Нам главное, чтобы рис отварился. Рис у нас готов. И теперь основное еще мясо. Видите, с косточки как легко слезает. Это свидетельствует о том, что мясо тоже приготовилось. Да. Пло у нас получился шикарный. Я думаю, вы лайк уже мне поставили. Так что, если вам понравился такой рецепт. Обязательно пробуйте. Готовьте. И у вас все получится. Всем приятного аппетита. Я буду кушать. Ну а вы тоже бегите на кухню. Перекусите. Так как на это невозможно просто так смотреть. С вами был Виконска. Увидимся. Пока. Блин, как вкусно. Обалдеть просто.